САМОДЕАНОН 15 лет шантажа украинских чиновников. 15 лет потребовалось, чтобы порешать вопросы с самозахватом земель при Украине. 15 лет противостояния, 15 лет борьбы с украинскими чиновниками и законами. Сказка не один раз находилась на грани закрытия, гибели и других причин, которые могли стать роковыми для зоопарка. Так жаловался Зубков в 2010 году. В следующем 2011 году Зубков считает уголовное дело о самозахвате с запашком и политическим оттенком. Директор зоопарка «Сказка», организатор сафари парка в Белогорске. Зубков считает уголовное дело по факту самовольного занятия свыше 20 гектаров надуманным. Посадить директора зоопарка бывшего бютовца проблемы большой не составит. Тем более формальный повод уже найден, отметил он. В то же время Олег Зубков считает, что таким образом осуществляется рейдерский захват приглянувшегося кому-то земельного участка. В Украине все лишалось, причем я тогда был самозахватчиком, у меня были самогонные строения, у меня был захват реальной территории, там под зоопарка «Сказка». Мне там нужны были дополнительные площади, полей и согласовав генпуации, согласовав там какие-то продюжные строительные слушания. Я недолго думал, я просто застроил эти два поля. Потом в 2014-м пришла Россия. Потом, когда вот пришла Россия звездная. А вместе с ней пришли и российские законы, и российские зоозащитники, требующие гуманного отношения к животным. Где остальные два тюленя? Давно умерли уже. А где открытся, разрешение? Что? А почему? Это как раз не тюнижный? Не делали. А зачем он умер? А при чем в Украине? Что там у него было? Это шашлык. Походите? Отлично. И вы говорите, что животным здесь комфортно жить, ничего не выражает. Два животных умерли от салфетки. У вас должны быть акты с крыси. Разрешение, которое на содержание вы сдали, должны быть выписки, что эти животные сняты с реестра, с Роспреднадзора. Ну, может и сняли, не сняли. Это не бумажки, это учет празднокнижных зверей. Так просто нельзя. Заметьте, рейдерские захваты самозахваченных земель продолжились, но уже российской стороной. Малыш, он же Маэстро, чудом единственный выживший тюлень. В августе 2020 года эвакуировался из парка Тайган с критическим весом в 77 килограмм. Уже через полгода удвоил свой вес. Глазки его тоже чудным образом поправились. Сегодня ясно, что эти сумасшедшие федоровские бабки совершили подвиг, вырвав краснокнижное животное из Освенцима. Менее семи лет потребовалось Зубкову оценить заслуги, работу главы Крыма. Сегодня найти замену главе республики при тех объемах федеральных целевых программ, при той работе, которую он делает, мне кажется, практически невозможно. Не 15 лет, всего 7. Получается, всего 7 лет российские чиновники Крыма пытались отрейдерить взад у самозахватчика и самозастройщика государственную собственность. Принуждали выполнять российские законы, но попугайчики, коньяки и бесплатные койко-места для отдыха сделали свое дело.